На портал Экзегет поступил вопрос. Помогите разобраться с непонятным отрывком, предложенным с разными смыслами в разных переводах. Речь идет о фрагменте первого послания апостола Павла к Коринфянам, 7 глава, 21 стих. На церковно-славянском. «Раб ли призван был, еси? Да не нерадише, но аще и можеш и свободен быти больше по работе себе». Синодальный текст. «Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Нужно заметить, что в качестве классического примера чрезвычайной значимости корректного перевода именно этот стих приводит в одной из своих книг Андрей Сергеевич Десницкий. И дополняет это вариантом современного перевода на русский язык, который в общем смысле звучит примерно следующим образом. «Если можешь свободным стать, стань им». Один и тот же стих из, в принципе, достаточно близкого нам текста, то есть все-таки это греческий язык, например, а не иврит, который, как мы видим, при определенных акцентах, при определенной некоторой интерпретации переводчика, приобретает радикально противоположный смысл. Нужно заметить, что, конечно, для понимания стиха нам необходим не только качественный перевод, но и системное рассмотрение его в общем контексте отрывка, то есть в рамках того объема, в котором он звучит не как изолированная мысль, а как фрагмент какого-то более крупного послания, какой-то более крупной высказанной мысли, больше идеи. И вот здесь мы видим, что, кроме всего прочего, говорится, что, с одной стороны, концептуальной, ну, скажем так, перед очами Божьими разницы в том или ином типе социальной реализации человека на самом деле нет. И мы видим, как апостол Павел в другом месте говорит об этом, что в Христе нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. То есть на самом деле в отношениях с Богом все то, что составляет очень значимую часть нашего пребывания в социуме, не играет никакой роли. Для Христа все это не важно. С каждым конкретным человеком он готов соотнестись и взаимодействовать не потому, что он в том или ином социальном статусе, в той или иной роли. Нет, ни в коем случае. Потому что каждый человек ценен в его очах. И вот эту мысль апостол Павел дальше в отрывке собственно и проводит. «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов». То есть на самом деле свободен ли ты, в рабском ли состоянии ты, перед Христом ты все равно предстоишь одинаково. То есть как интересно здесь Павел перекидывает смыслы. Что раб здесь, пожалуйста, может быть воспринят Христом как обладающий свободой в нем. Наоборот, свободный здесь порабощает себя Христу. Что по сути ведь на самом деле все об одном и том же. Но следующий тезис, мне кажется, и проясняет эту мысль достаточно однозначно. Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков. Нужно заметить, что с одной стороны апостол Павел, конечно, при всей радикальной новизне его проповеди пытается оставаться хотя бы относительно в каких-то приемлемых рамках социума, в котором он ведет проповедь. То есть не радикально выходит за его границы. То есть это был бы, наверное, чрезвычайно резкий тезис о принципиальной значимости освобождения рабов. Но Павел подчеркивает, велика цена человека, не может он быть рабом у себе подобного. Эту мысль потом в православной традиции особенным образом озвучит святитель Григорий Богослов, который в очень развернутом сочинении проговорит о том, что верх безумия для человека, который и так не насытим ничем и приобретает себе все новые земли, новые сокровища, пытаться приобрести себе, себе же подобных. Сколь это мерзостно перед лицом Божьим. Нужно заметить, что этот посыл оказался в конечном итоге, ну скажем так, далеко не сразу воспринят христианской традицией. И мы видим, что рабовладение в основном объеме христианских государств было в конечном итоге однозначно изжато очень поздно. Ну, на примере, собственно, нашей страны мы можем сказать, что это был 1861 год. То есть это совсем недалекое прошлое, но оно было изжато принципиально ввиду христианского учения о человеке. Пусть христианству и понадобилось так много времени, чтобы в конце концов рассмотреть и увидеть тот тезис, который озвучен Христом, многократно проговорен Павлом, о том, что человек — это великая ценность в очах Божьих, и обладать человек человеком на правах собственности не может. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.